Александр Григорьевич Лукашенко – президент Беларуси и известная во всём мире личность. На родине и в России президенту Республики Беларусь давно дали прозвище «Батька», что филологи расценивают как параллель – правитель государства, это глава семьи. Вот только обо всём, что творится вне кабинета, включая кровные узы, Александр Лукашенко говорить не любит. Поэтому многим людям очень интересно узнать о нём больше, увидеть сыновей, внуков и супругу Лукашенко. Мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересную личную информацию об этом видном политическом деятеле. Родился Александр Григорьевич 30 августа 1954 года в посёлке Копысь Витебской области. Его воспитанием занималась только мама – Екатерина Трофимовна, которая работала на фирме «Дояркой». Отец будущего президента был лесником. Детство Саша провёл в деревне Александрия. Мальчик посещал там среднюю школу, а после выпуска успешно сдал экзамены на историческом факультете Могилёвского педагогического института, получив по окончании учёбы диплом преподавателя истории и начав работать по распределению в школе города Шклова секретарём комитета комсомола. Довольно долго Александр Григорьевич прозябал на вторых ролях. Был замом председателя колхоза «Ударник», а потом и заместителем директора комбината стройматериалов в Шклове. Всё изменилось в середине 80-х. Тогда Лукашенко окончил экономический факультет, возглавил убыточный совхоз «Городец» и быстро превратил его в рентабельное хозяйство, заслужив народное уважение. На директора, который первым внедрил арендный подряд в местные совхозы, обратили внимание в Москве. Амбиции попавшего на телевидение и в газеты управленца стремительно росли, поэтому он выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты. Тогда и началась политическая карьера Лукашенко. После распада Советского Союза родина-политика стала суверенным государством, что позволило ему стремительно подняться по вертикали власти и построить головокружительную политическую карьеру. В личной жизни Александра Григорьевича не наблюдается такой постоянности, как в политической. Знакомство с будущей женой произошло ещё в школе. Александр и Галина Жулнирович сошлись на почве общего интереса к литературе. За красавцем Сашей тогда увивалось много представительниц слабого пола, а Галине потом доставалось из-за того, что она увела самого завидного жениха. Чтобы увидеть любимую, юноша ходил на свидание из Александрии, 4 километра туда и столько же обратно. Встречи случались в основном около дома. Впоследствии парень и девушка поступили на один и тот же факультет в ВУЗе. Свадебное торжество состоялось в 1975 году, когда Галя окончила третий курс, а Александр уже обзавёлся дипломом о высшем образовании. В том же году в личной жизни пары наступили радостные перемены. На свет появился сын Виктор. Супруги перебрались в Могилёв, поселились в съёмной квартире. Почти сразу начались трудности. Ребёнок мучился от инфекционных заболеваний и год не вылезал из больниц. К счастью, нашёлся опытный врач, который посоветовал перебраться за город и обосноваться в деревянном доме. Отец и мать закаляли мальчика, и старания не прошли даром. Проблемы со здоровьем отступили. Через пять лет в семье вновь случилось пополнение. В этот мир пришёл Дмитрий. Старший наследник Виктор в различные года занимал высокие должности. Он был помощником президента по национальной безопасности, членом Совета безопасности и сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. Дмитрий занимает пост председателя Центрального совета Белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». Первая леди Беларуси давно живёт отдельно от мужа, в посёлке Рыжковичи, где пребывает под постоянной охраной супруга, по поручению которого относительно совместной жизни не даёт никаких комментариев. Несмотря ни на что, брак между президентом Беларуси и Галиной официально не расторгнут. Сама Галина Родионовна уверяет, что не поехала за мужем в Минск по собственному желанию. «Я сама выбрала такую жизнь», хотя не скрывает, что продолжает любить его и поныне. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что Александр Григорьевич не захлопывал двери перед носом официальной супруги. Она бывает в его резиденции, но только в гостях. Более того, сам Лукашенко до последнего регулярно приезжал к своей тёще Елене Желнирович, которую искренне считал очень близким человеком. Женщина скончалась на 90-м году жизни, и глава государства присутствовал на её похоронах. Лукашенко говорил, что тёща для него – второй человек после матери. «Фёдоровна для меня – друг человека, как я ей всегда говорю. Если бы не она, то я президентом бы не был», – говорил тогда Лукашенко. Главное, что привлекало Лукашенко в отношениях с тёщей – это безграничная вера в него, этой женщины. Причём с далёкой юности. Елена Фёдоровна работала завучем в Александрийской школе, той самой, где учился Лукашенко. Саша был отличным учеником, школу он окончил всего лишь с одной четвёркой. И завуч принимала в его судьбе активное участие, советовала, куда пойти учиться, рекомендовала исторический факультет, видела его способности и пророчила ему большую карьеру. Александр Григорьевич имеет семь внуков. У старшего родились Вика, Саша, Лера и Ярослав. У младшего – Настя, Даша и Александра. Своим внукам президент всегда старается выделить время. Они не чувствуют со стороны влиятельного деда недостатка внимания и знают, что являются наиболее приоритетными людьми в семье. В 2004 году у президента Беларуси родился внебрачный сын, которого назвали Николаем. Мальчик появился на свет, когда президенту было уже 50. В славянских традициях таких детей называют последышами и, как правило, сдувают с них полинки. Лукашенко вырастил младшего сына по большой мере сам. Николай, что называется, вырос на коленке у отца. Куда только не брал его с собой Лукашенко с того самого момента, как мальчик был представлен общественности. О том, что президент Беларуси трижды отец, стало известно в апреле 2008 года, когда Коле исполнилось 3 года и 7 месяцев. В июле того же года Лукашенко рассказал, почему маленький сын постоянно его сопровождает. А все банально. Сын, образно говоря, мой хвост, просто не может остаться ни с кем. Мне, конечно, он нагрузки добавляет, потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет. Только я. Разумеется, многим было интересно, кто же мама юного красавца, спортсмена и пианиста, обожающего Рахманинова. Хотя имя родительницы держалось в секрете, как-то Коля обмолвился, что она медик. Ну а далее белорусские журналисты сделали вывод, что речь идет об Ирине Обельской, которая была личным доктором Лукашенко, а позднее заняла пост главного врача Республиканского медицинского центра управления делами президента Республики Беларусь. По крайней мере, Николай, правда, похож на привлекательную блондинку. До сегодняшнего дня Ирина остается в фаворе, выступает на различных медицинских мероприятиях в качестве выдающегося организатора, делится опытом. Обельская живет в Дроздах, Николай с отцом в Озерном, возле Острошитского городка. На официальных мероприятиях Обельская иногда присутствует, но в первой ряды и не стремится. Обельская старается не говорить публично о Николае Лукашенко. На вопрос о будущей профессии младшего сына она отвечает «Я бы просто хотела, чтобы он получил хорошее образование, выбрал интересную профессию, любил свою работу, получал от нее удовольствие и приносил пользу и радость другим». Юношу, который постоянно сопровождал отца на различных мероприятиях, окрестили красавцем и кумиром молодых девушек. Есть и более конкретные прозвища – секси-хат-картофелька и белорусский принц Уильям. Некоторые в шутку спрашивают, не было ли у Александра Григорьевича романа с принцессой Дианой. Уж больно, Коля Лукашенко похож на принцессу Диану и на принца Уильяма. При наличии свободного времени Александр Лукашенко предпочитает заняться игрой в хоккей с шайбой, которая является увеличением с самого детства. Президент систематически занимается спортом, стараясь поддерживать хорошую физическую форму, и занимается организацией турнирных игр, где самостоятельно устанавливает регламент. К другим увлечениям Лукашенко относятся лыжные гонки, занимается которыми он с телохранителем и соратниками, а также устраивает соревнования с высокопоставленными чиновниками ряда стран, среди которых Российская Федерация и Казахстан. Совместные лыжные прогулки он устраивал с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и Нурсултаном Назарбаевым. Также президент Белоруссии играет на баяне и всегда активно пропагандирует активный образ жизни.